Привет, мои хорошие! Сегодня у нас второй выпуск лайфхаков. Если вы еще не видели первый, обязательно зацените, ссылка будет в описании. Также обязательно пишите ваши хитрости в комментариях, чтобы мы побыстрее набрали материал на третий ролик. Самые умненькие получат от меня коды на монеты, ну и безусловно, это очень круто. В целом, когда работяги, такие как мы с вами, да, вот это делятся друг с другом секретами и за счет чего бустятся в разы быстрее. Сегодня в выпуске мы узнаем, как по-хитрому бафаться и не падать от мобов, как прокачивать твинков в два раза быстрее, как быстро и выгодно поменять эл монеты на адену, как набирать в магазине монеты всего лишь за половину их стоимости, как делать деньги из воздуха на усиливающих камнях и как сделать себе за месяц 15 тысяч руды духов абсолютно бесплатно. Но сначала, конечно, напомню про главный лайфхак, вот да, который заключает в том, что если сделать аккаунт по ссылке в описании, то на первого созданного персонажа вы получите набор новичка, который прямо сейчас в тестовом режиме получает каждый игрок. Акция ограничена, так что обязательно успей все это дело забрать. Итак, первое, что мы сегодня разберем, это хитрый баф. Бывает, что ваш персонаж стоит в невероятке, где небольшой затуп может грозить падением. Также наш персонаж может выступать пулером мобов, либо просто стоит в локации, где шальной крит может его похоронить. Как избежать лишних рисков в опасной ситуации? Дело в том, что ваш баф, скорее всего, используется сейчас одновременно, и в случае ребафа вы примерно на 30 секунд будете заняты и не сможете бить мобов. Поэтому мы просто вручную бафаем каждое усиление с небольшим промежутком, и в этом случае автоматический ребаф также будет происходить постепенно, и опасностей вам будет грозить куда как меньше. Теперь разберемся, как забирать L-монеты за половину от их стоимости. Лайфхак отлично подойдет всем, кто играет с ограниченным бюджетом. Обратите внимание на вот этот вот набор за 300 рублей. Взяв его, вы сразу получаете 3000 L-монет, но также там есть коробки, которые открываются вплоть до 70 уровня, и из них вы заберете еще 2000 L-монеток, и того 5000 L-монет за 300 рублей. Это более чем в два раза дешевле, чем обычно. Правда, придется каждый раз создавать нового персонажа. В этом отлично поможет, во-первых, моя реферальная ссылка, по которой вы сможете получать бонусы, а во-вторых, наш следующий лайфхак. Делайте в дополнение к основному персонажу еще дополнительного, и пройдя начальную цепочку квестов хотя бы до второй профы, получаете штормы, с помощью которых можно отлично разгонять скорость прокачки, свободно передавая их внутри аккаунта. Итого, потратив буквально один день, можно сделать двух новых персонажей 70 уровня, и за 600 вложенных рублей получить 10000 L-монет, не говоря уже об Адене, которая попутно на них будет фармиться все это время. И не будем забывать, что из этого набора также идут плащи и пояса. А значит, персонаж, на котором эти итемы максимально удачно заточатся, может спокойно становиться вашей основой, и вы получаете не только монеты за половину стоимости, но также и бесплатно. Те итемы, которые в иных обстоятельствах пришлось бы, ну, покупать за довольно-таки большое количество ресурсов. Далее давайте обратим внимание на межсерверную торговлю. Раздел пушек часто может похвастаться хорошими стволами ранга С по минимальной стоимости. Берем ее с рынка и сдаем бокалейщику. Получается очень выгодный микрообмен L-монет на Адену, и таким образом мы можем срочно получить ресурсы, допустим, если не хватает на какую-нибудь нужную расходку. Также на межсерверном рынке можно найти вот такие вот усиливающие камни. Мало кто знает, но если обменять их в луксоре на свитки-заточки, то в зависимости от состояния рынка можно легко сделать деньги из воздуха, так как даже с учетом доплаты в Адене и налога рынка, вот прямо сейчас я все равно могу выйти в плюс. Ну и, конечно, не забывайте, что такие камушки будут легко формиться, когда вы займетесь заполнением своих коллекций, так как легко получаются из слома заточенных пушек и шмоток. Так что имейте в виду, заполнение коллекции всегда будет оборачиваться для вас приятным кэшбэком, правильно реализовав который, вы и возместите себе немало средств. Ну и под конец держите небольшую хитрость с грамотным использованием Сайхи. Запас энергии мы можем пополнять не только печеньками, которых сейчас у каждого в достатке, но также и голубыми баночками, которые тоже некуда девать. В общем, каждый день ставим при заходе в игру использование голубых банок в автоматический режим и после расхода 10 таких штук выставляем обратно печенье. Таким образом выполняется одно из ежедневных заданий, откуда мы получим руду, печенье и купоны на соски. Регулярно забирайте эту награду и за месяц сможете сэкономить очень даже приличную сумму на расходуемых предметах. Казалось бы, даже вот печенье здесь вроде как оно бесконечное и всегда у нас будет в достатке, но если вы докачались, допустим, до 90 уровня, то уже не можете ходить в невероятку, откуда в основном это печенье и фармится в огромных масштабах. Поэтому если к 90 уровню вы накопите достаточное количество этого печенья, то очень даже много сэкономите в итоге, в том числе и на этих печеньях, которые, казалось бы, сейчас особо-то и не нужны. На этом у нас все. Жду ваших лайфхаков в комментариях. Самые хитрые, как я уже говорил, заберут L-монеты. Огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Всем пока!